Звуковой сигнал сирены и работающий проблесковый маячок – это главные опознавательные знаки спецмашин, которые всегда имеют преимущество на дорогах. Об этом сказано в правилах дорожного движения, и каждый водитель должен запомнить эту прописную истину. Однако на сознательность автомобилистов приходится рассчитывать не всегда. 20 минут за такой промежуток времени скоро должна приехать на вызов. Стараниями некоторых участников дорожного движения, порой больным, приходится ждать дольше. А вот пробки, да, по ситуациям это у нас, вот Новникольск, Пушкино, допустим, с пяти часов и до полседьмого, и Некрасово, вот этот центральный, по советской бывает. Но даже сквозь транспортные заторы удается проскочить. А вот наглость на дорогах – настоящая проблема. Не все водители понимают, что не уступая скорой, они влияют на чью-то жизнь. Внимание, пропускаем скорую помощь, пропускаем карету скорой помощи. Внимание, водители! Ежедневно на линии работает 15 машин скорой помощи. Этого достаточно для Уссурийского округа. Все водители спецмашин отмечают – проблемы на дорогах есть, и автомобилистам надо чаще напоминать о существующих правилах. В одних случаях люди показывают, что он лучше, что у него машина быстрее, он скорее скорой помощи. В других действительно водитель не видит, не знаю, у кого-то громкая музыка не слышит. Ну, бывают люди, которые действительно как-то не замечают, не знаю, увлекся, не заметил. Для таких упорно незамечающих предусмотрены штрафные санкции – 500 рублей, а возможно и лишение водительских прав от месяца до трех. Я ее хотел пропустить, уезжал направо, быстрее. Так что я ее услышал скорую. Хотел как лучше получать? Да, хотел быстрее, раз, чтобы уехать. А получилось, вот сзади начальство едет, в плен взяли. Этой паре автовладельцев обеспечено долгое разбирательство и штраф. Буквально в феврале из-за такой невнимательности водителя специалистам скорой помощи самим понадобилась помощь медиков. Спецмашина не подлежит восстановлению. Совет для водителя, который видит приближающийся автомобиль с нанесенным покрытием, как скорой помощи, полиция, при этом включенные синие проблесковые маячки совместно со звуковой сиреной. Водителю необходимо включить право поворот, прижаться справа, параллельно к краю правильной части, остановиться, либо замедлить ход. Итоги этой операции маячок – три оштрафованных водителя. Большая часть автовладельцев проявляли бдительность и давали преимущество спецтранспорту. Ольга Муравьева, Анатолий Молчанов, Телемикс.